В этом году в Хабдинском районе будут построены три дамбы общей протяженностью около 8 километров. Они позволяют эффективно регулировать потоки воды во время весеннего половодия и предотвращают стихийные бедствия. Глава региона посетил место возведения дамб, а также новостройки, возведенные для 30 семей. Весеннее половодие в этом году для жителей Хабды вышло нелегким. Многие пострадали от стихийного бедствия. Так, 30 семей остались без крова. С тех пор государство оказывает социальную поддержку пострадавшим. За два месяца были построены новые дома, а оставшиеся на улице люди получили крышу над головой. Радость людей описать невозможно. 17 числа вручили ключи, с тех пор переехали. Дом хороший, все есть. Холл, зал, спальня. Все разместились. Ерла Тукжанов встретился с владельцами нового жилья и подробно ознакомился с интерьером. Следует отметить, что на строительство данных объектов из бюджета выделено более 800 миллионов тенге. Из бюджетного резерва выделено 857 миллионов на все строительные работы. Каждый дом по 100 квадратов. Всего пострадало 104 дома. Из них 30 домов стали непригодны для проживания. Для их жителей были построены новые дома. Также Аким области посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится на реконструкции. Он ознакомился с ходом работы и дал задание закончить их к концу августа. По пути ознакомился с планом строительства дамб вокруг поселка Кабда. Глава региона поручил уполномоченным государственным органам держать работы под строгим контролем. Три дамбы общей протяженностью более 7 километров 700 метров позволяют эффективно регулировать потоки воды во время весеннего половодия и защищают поселок от затопления. Большая дамба идет параллельно Уилской дороге. Для неповторения затопления проводятся работы. В этом году вода поднялась. Для предотвращения повтора мы подняли самую большую дамбу. Раньше там проходила вода. Сейчас ведутся работы на всех опасных участках. Этот вопрос находится на контроле. Кроме того, в райцентре есть асфальтобетонный завод мощностью 160 тонн в сутки. Производство выпускает строительные материалы, необходимые для ремонта автодороги Самара-Шимкент. Это позволяет реализовывать проект по ремонту дороги Уил-Каратал. Именно поэтому Ирла Тукжанов ознакомился с работой этого производственного объекта и выслушал планы руководства на будущее. Казавтожол предлагает поставить новую гофрированную трубу по новым технологиям. Стоимость 120 миллионов. Все вместе выйдет на 200 миллионов. Мы посчитали мостовую плиту и мостовой переход. В общем, выходит на 200 миллионов. Как вы считаете нужным, так и будем делать. Но и то, и то необходимо. Ирла Тукжанов подчеркнул необходимость своей временного завершения работ по строительству и ремонту дорог. Зарина Отбанова, Армандус Магомбетов, телеканал Октюбе.